самару проехали и вот такая авария здесь случилось непонятно конечно только сейчас у меня произошло школу шатали а кто чё боковой удар вторая машина не видно так возможно мы едем дальше друзья привет у меня настал отпуск мы семьей решили поехать на лада гранте на море на данный момент нахожусь уже в саратове приехал к сестре в гости вот ну и вкратце что в этом видео будет про ладу гранту расскажу как едет какой расход лада гранта на автомате давайте вам сразу покажу немножко вот два года лада гранте автомат джатка четырехступенчатый двигатель у меня тут 16-клапанный приора мотор условно если сказать приора мотор 98 лошадей 16-клапанный электронный блок управления прошитый вот прет движок ребята классно реально классно по расходу вы охренеете расходу на этом автомобиле по трассе шел в среднем 140 120 идет легко автомобиль на 92 бензине расход 9 9 с половиной литров очень высокий расход на этом там если бы был на ручке расход был бы там пять с половиной шесть автомат очень много кушает автомобиль конечно если ехать четвером будет вам маловат втроем еще нормально то есть здесь сын сидит здесь например супруга лежит или я когда за рулем ну например устал тоже ложусь на часок то более-менее нормально четвером прям очень будет тесно багажник здесь добротный хороший очень много всего умещается там и вода и бензин на всякий случай масло огнетушитель камера которая вам квадрокоптер взял чтобы все вам отснять и показать вот на данный момент в саратове заправил полный бак 95 бензина и посмотрим какой расход бензина будет уже на 95 бензине в дальнейшем после гостей едем уже непосредственно в город анапа поселок витязево там будем купаться сниму небольшой фильм я думаю покажу вам где я буду отдыхать море какие-то там может быть куда-то съездим в сочи соберу фильмец и вам приятного просмотра друзья доброе утро наш путь продолжается у сестры мы переночевали теперь мы едем до ростова по трассе сестра привет спасибо тебе за прием очень было приятно тебя увидеть как говорится переправа такая интересная чуть немножко проедет и мы по своим поедем все мы дальше едем на ростов сам ростов который идет платного там ничего нет нету как мы поняли трассу делают в среднем все идут где-то около 140 150 в среднем больше я не видел та сторона где-то 100 110 120 а вот левая страна вот я так круизе сейчас 140 принципе с инфинити идем лада гранта вот прошитая на автомате уверенно себя чувствует на трассе на 95 бензине и так мы проехали ростов едем на краснодар въезжаем на платную дорогу и вот только сейчас мы стали обратили внимание он верху желтые зеленые на желтых нарисовано что деньги наверное то есть наличка а зеленые наверно по карте и вот сейчас подъедем посмотрим примерно не знаю полос 6 75 рублей удовольствие въехали на платную дорогу посмотрим интересно подводим итоги второго дня решили второй день полностью уделить чтобы доехать до анапы поселка витязево чтобы заехать сейчас время 23 часа это нашего местного римбургского по их нему то есть банок там на час мечтанта школа она 2 даже ладно по машине чем можно сказать первый бак мы сожгли на девяносто втором когда мы ехали на девяносто втором бензине средний расход был 9 и 2 сосли все следующие баки мы уже заливали 95 бензин старались заливать чисто на сетевых то есть луквел или газпром девяносто пятым бензином как видите сейчас вот 8 и 8 литр расход на автомате джатка четырехступенчатый по трассе и когда мы ехали там по платнику мы ехали вот автомобиль все очень уверенно очень уверенно чувствует вот говорю по платнику шли 140 потому что в основном все шли так 140 130 больше и в принципе по платнику никто и выше скорость не набирал также в потоке шли то есть на на круиз ставили очень принципе удобно кататься с круизом двигатель приемистый хватает 16 16 клапанной но электронный блок управления мы перешивали вот то есть все удачно автомат не пинается ведет себя адекватно ну и вообще как бы автомобиль ведется адекватно как и говорил что если ехать на нем четвером да будет тесновато и тяжело втроем в принципе на этом автомобиле ехать удобно сзади подушку ложишь того водителя меняешься принципе нормально в среднем бензина сожгли мы там и так сейчас вот примерно сидели считали вот примерно около 8000 это вот в одну сторону 2150 километров в одну сторону примерно так получается так по машине принципе все сказал да то есть на 95 в принципе получается экономичнее но и автомобиль едет поинтереснее но вот дурак вот эта тема а вода сомн 2 свайта и богат полоса то что как приедем это уже снимать не буду встретимся с вами завтра уже я надеюсь что мы доедем и посмотрим номера где живем вот покажу где мы будем находиться поселок сходим на утро приехали мы примерно в час ночи по местному времени заселились и у нас четырехместный номер сейчас вам покажу как я обещал это вот входная дверь общий коридор вот так вот выглядит здесь это наш номер заходишь но в принципе стандартно там разуться обуться туалет то есть все принадлежности есть привет привет так душевая холодная теплая вода все принципе нормально четыре кровати у нас так как он четырехместный туда не разные номера есть ну там телевизор что-то посмотреть вот но кровати как с пионерского лагеря все осталось все в принципе простенько шкафчики холодильник сплит-система это общий вид территории вот это мы находимся город анапа поселок витязево санаторий дюна сейчас вот так то покажу да вот дюна дюна вот так вот примерно три звезды как видите раньше здесь был пионерский лагерь сюда приезжали ведомства газпрома принципе так как мы форт газпрома то есть нам принципе это но небольших денег стоит но тем людям которые приезжать будут сюда за деньги вот я бы сказал нам лучше бы поискать другой санаторий за деньги по кормежке тоже я бы не сказал что вах такого то есть сюда приезжаешь просто из-за того что санаторий ведомственной и более-менее по деньгам для нас выгодно поэтому сюда и приехали сейчас выйду покажу вам общий вид и и и и и и и и Субтитры добавил DimaTorzok Друзья, сегодня отправимся на морскую прогулку. Часовая морская прогулка. Поплаваем, посмотрим. Вот отсюда, если посмотреть море, оно прям... Какого цвета море-то такое? Ну, цвет интересное море, конечно. Отправляемся. Ну что, друзья, отправились с вами на часовую морскую прогулку по Черному морю. Наплывем до города Анапы, развернемся и обратно. Сейчас вы видите пляж Литезева, где мы с вами, в принципе, и находимся. Море сегодня спокойное, поэтому мы находимся вот на втором этаже. И, в принципе, не качает, не качает, все отлично. Катер у нас называется Табрида, Табрида, Севастополь. Здесь вход запрещен, туда мы не пойдем, но вот так в целом. Немножко покажу. Есть бар, спустимся. Посмотрим. Здрасте. Здрасте. Посмотреть. Посмотрите. Это у вас лимонада, да, здесь? Да. Да. Ну что, друзья, поплавали. Нам понравилось. Спокойненько. Вот, очень. Спасибо. Вода чистая. Волны нету. То есть не качало. Прям супер. Спасибо. Друзья, привет. Сегодня 8 июля. День семьи всех праздников. Сегодня решили устоить в подходную съемку. Собрались. Хотели взять катамаран. Зашли попрыгать, поснимать. Но сегодня, как видите, сильный вечер. И ожидается шторм. Спасатели никого, в принципе, на катамаранах не пускают. Как видите, вообще ни одного катамарана никто нигде не плавает. Подождем, когда утихнет шторм. Возьмем катамаран и обязательно устроим подводную видеосъемку. А сейчас просто с вами покупаемся. Ну и вам вот буквально 20 секунд послушайте, что море. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Доброе утро, друзья. Сегодня 10 июля. Мы с семьей приехали в Новороссийск. Решили покататься, посмотреть. По побережью прокатнуться. И вот мы доехали. В самом Новороссийске находимся. Ну и вот посмотрите, я вам с камеры приближу. Походим, поснимаем, попробуем с квадрокоптера поснимать что-либо. То есть люди здесь отдыхают. Сегодня погода не солнечная. Мы специально ждали, когда будет пасмурная погода. Потому что здесь влага и солнце. Но очень-очень жарко. Это вот Чёрное море. На берегу Чёрного моря. Вот так вот увеличу. Не знаю, как будет. Видно вам? Сейчас поедем дальше, вдоль побережья. Ну и посмотрим, что там. И вот побережье туда. Дальше так и уходит. Там дальше есть памятник кораблю. Сейчас вот увеличу вот так. Вон, видите. Даша, как ты говорила, памятник кораблю? Ну, это каким-то кораблям. Это военным. Ну, до туда, я думаю, мы доедем. И там поближе с вами. Сейчас вот здесь погуляем. Да, поснимаем, покажем. Ну, что, друзья, переместились мы с вами на другую локацию. То есть мы с вами находились примерно там. Просто идти далеко, сели на машину и переехали. Переехали с вами. И погода такая, знаете. То дождь идет, то солнышко. И в принципе и тепло, и хорошо. Итак, смотрите, где я вам показывал, думал, что это корабль. На самом деле это выглядит примерно вот так. Каменный памятник. Насколько я помню, это Великой Отечественной войне сражавшимся. Ну, сейчас подойдем поближе, табличку найдем. И я вам сможете самостоятельно все это прочитать. Но выглядит очень такой объемный и большой. То есть вот, смотрите, люди ходят, да? И вот он на вис вот так вот мощно. А, ну вот. Это мы находимся. Малая земля. Вот так вот, наверное, да? Малая земля. Вот, сами ознакомьтесь, посмотрите. Вот, друзья, если обойти его с другой стороны, то есть мы, получается, зашли со стороны пляжа, а вот я его обошел, и это выглядит еще эпичнее, и очень-очень массивно, и красиво. Давайте я вам покажу. вот так вот. Приехали на смотровую площадку. Мы уже поднимаемся. И здесь еще подниматься. Вот. Пришли оба обычных сланцах, но подниматься будет сложновато. Пошлите посмотрим. Глядя, красиво оттуда. Здесь вот такие здания. Очень много заброшено. Очень много заброшено. И дороги сюда тоже автомобильной нету. Все перегорожено. Оставили метров за 200. вот так вот пролегает наш путь. Поднимаемся. Навстречу нам люди идут, говорят, вы куда? Мы говорим, ну там где-то смотровая площадка. Они говорят, там бесконечность. Можно идти дальше, дальше, дальше. До пограничников дойти. нам пограничники не нужны. Поэтому еще метров 20-30 поднимемся. Ну, очень такой высокий склон. Подъемчик. Уже он видно, поселок даже. Поднимемся. Какой поселок? Город? Ну, Товороссийский. Это город? Да. Значит, город. Все, поднимаемся выше. Как вы сами поняли, что выше можно все выше и выше подниматься. Вот. И не знаю, куда можно зайти. Поэтому вот небольшой обзор смотровой площадки. Сейчас мы приехали в Абрау-Дюрсо посмотреть на сам винзавод. Это как-то там, где шампанское продают. Хотели посмотреть. Ну, и проехали ниже. Здесь вот такой вот отельчик находится. Пирс примерно. И люди здесь купаются. Всякие парусники. Ну, я так понял, здесь за деньги вас катают. Тоже красивое место. отсюда можно купаться, но вода какая-то зелененькая, зелененькая и грязная. Вон, домик интересно, смотрите, прям в лесу стоит. Сейчас увеличу, видно будет, нет. Приехали в Абрау-Дюрсо. Думал, тут что-то интересное. Хрен сюда заедешь, все стоянки забиты. Ну, и вот такой вот магазин. Давайте зайдем посмотрим. всего лишь вин. Но, вы знаете, очень сложно здесь разворачиваться и везде камеры написано, что остановка запрещена, стоянка запрещена. Но, сложновато. Вот, единственная стоянка, куда можно автомобили заместить, поместить. Мест нету, что-то 400 рублей сюда въезд. Ну, не так все просто здесь. Вот, цена, я вам скажу в Ленте, в Метро те же самые вина на порядок дешевле. Однозначно. Вот, я почему-то думал, что Абрао Дюрсо это что-то такое большое, там, производственные цеха какие-то можно посмотреть. Но, на самом деле, это все вот так вот это выглядит. Вот, купили пол-литра вот такой воды и 90 рублей у них стоит. 4 воды называется. Если в Абрао Дюрсо возвращаемся и тут вот такой постоянный серпантин. Повороты по 90 градусов. Сейчас мы идем на спуск, а туда ехали в принципе постоянно на подъем. Обгонять нельзя, 50. О, гайцы стоят. Даже 30, вот, смотрите, 30. на автомате конечно ездить одно удовольствие. С кондиционером окна закрыты. Все-таки все равно влажность высокая здесь и жарко. Душно. Вот вроде 30 градусов показывает, но за бортом. И уже сколько? 19 по-на-что и сок 5 вечера по-местному получается. и дышать нечем. Душ на кондиционер включаешь и потихоньку катишься. То есть, говорю, даже с кондиционером на подъем на автомате джарко в принципе свободненько, свободненько. Езжу сейчас на 95-м бензине. Ну что, друзья, приехали мы назад в санаторий Дюна. Сегодня автопутешествие наше закончилось. Где-то часов 5-6 наверное мы сегодня покатались на нашей Lada Granta на автомате. Машина себя показывает прекрасно на автомате по серпантину когда мы с вами ехали Абрау-Дюрсо то есть постоянно подъемы, спуски, ограничения скорости. Вот. Показывает прекрасный автомобиль. Побывали сегодня с вами в Новороссийске в Анапе доехали до Абрау-Дюрсо вот. Ну в принципе вот так. Будем ждать следующий день. Музыка. 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 сегодня у нас небольшая экскурсия семьей приехали на мамаев курган пройдем посмотрим попробую с квадрокоптера именно мамаев курган поснимать ветер сильно не знаю как получится но вам приятного просмотра у меня есть и 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Очень красиво, ребята, красиво Друзья, очень большая территория То есть минимум... Наташ, минимум час, да, надо здесь? Если... Полтора-два Да, даже может быть больше Территория очень огромная И... Да, чумуизение Бли, выход идет на Волгу, да, Наташ, правильно? Я думаю, что да Ну, я думаю, тоже так Можно посмотреть по Субтитры делал DimaTorzok 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 Храм на территории находится Давайте зайдем в храм Храм всех святых на Мамаевом кургане Придите, поклонимся Господу Богу нашему Давайте зайдем Я вам попробую показать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот побывали с вами в храме Здесь можно святой водички попить Стаканчики есть Написано, не забудьте помыть руки Все сделано для людей и по уму Ну и выходим и видим Сам Мамаев курган Очень сильное впечатление Мощь такая Объемная и мощная Красиво, очень красиво Нам стало интересно Внутри есть какие-то ходы Или лифты Попробуем увеличить Вот самую верхушку Вот здесь не видно, конечно Вот танк стоит на входе Когда входишь и проходишь Вот есть Пройти неудобно, конечно Ну вот так это выглядит Как я знаю, это Т-34-85 Описания тут что-то нету, не видно Описание тут что-то нету Описание тут что-то нету Друзья, привет Наконец-то мы дома Приехали сразу на дачу Вот только выгрузили вещи Проехали мы на этом автомобиле Получилось у нас 4400 километров Давай сейчас все по порядку расскажу Ну вот смотрите Сейчас время половина 9 вечера Находимся дома, город Оренбург Пробежали мы 4451 километр Средний расход у нас 8,6 Первый бак мы сожгли с вами На 92-м У нас было 9,1 И со временем У нас расход падал И на данный момент Все остальные баки у нас были На 95-м бензине Средняя скорость автомобиля По бортовому компьютеру 52 километра Хотя по навигации Получилось 8,6 Автомобиль я сетку не ставил Как видите сетки у меня здесь нету Хотя надо было То есть Жучки Всю машину побили Вот по 1 госномере это видно Все Неоднократно останавливался Мыл автомобиль Вот сейчас уже Подогнал керхер Помою 16-клапанный двигатель 98 лошадиных сил Электронный блок управления Прошитый Больше здесь Сюда не лазили Движок отработал себе На все 101 балл Перед тем как выезжать Продул воздушный фильтр Заменил масло Свеженькое Вот И проблем не было Здесь по колесам Ловил пару ям Хороших Прям хороших Думал что колеса у меня отвалятся Диски Заводские стоят То есть Все ровненько Ничего не повредил Резина тоже заводская Перели стоит Подвеска работает Изумительно Все Классненько Аэродинамика Автомобиля Минусы Вот это вот Конек Так сказать Ступенька Видите Ступенечка Надо будет Помыть и заклеить Пленочкой Обязательно Здесь Если вы еще не делали Ну я сам как видите Ни хрена ничего не сделал Но надобно Потому что Аэродинамика Камушки Вот это все будет Оббиваться Так Что дальше По управлению В принципе Сидеть В автомобиле Удобно Вот То есть был я Супруга И Сын Сидеть удобно Руль Вверх вниз Двигается Круиз контроль Японский автомат Джатко Тоже Изумительно Но расход Как видели Что примерно Около 9 литров Да У нас получился Но за это Нужно платить За удобство Это не механика Да На механике Было бы 5,3 литра Движок С кондиционером В принципе Весь путь Ехали Я ни за кем Не плелся Большая часть За мной Все Ехали Обгонял Всех Круиз 140 И вперед Да Тесновато Есть такое Как говорил Четвером Ехать в этом автомобиле В далекое путешествие Не получится Здесь у нас Лежала Подушка Сын На заднем сиденье В основном Дремал Когда я уставал За рулем Я ложился Супруга За рулем Там час-полтора Поролит Мне легче становилось Садились И двигались дальше Втроем Да Но не более Ребят По багажнику Багажник хороший Большой Ну говорю Уже вещи Отсюда все Повыкидывали Вместительный Очень вместительный Там открывается Запаска Домград Тоже перед поездкой Все проверил Запаску Отбалансировал Все колеса Все это сделано Брал с собой Канистру масла На всякий случай Антифриз Брал Огнетушители Обязательно Ну и там Вот такие вещи брал Заезжал Сейчас покажу Вот Для ремонта Колес 250 рублей Ну мало ли что Трос Аптечка Это Обязательно Вот По багажнику Вместительный Нормальный Нормальный Тормоза хорошие Отормаживает автомобиль Неплохо Сзади Барабанники Стоят Впереди Ну колодки Пока все Заводское Как говорится Ничего Не трогал Вот Здесь тоже Вот такая Система Ну кто Не знает Я Знаете Доволен Этим автомобилем Доволен Вот именно Этим автомобилем Именно Этой коробкой Именно Сочетание С этим двигателем Автомобиль Стоят Показывает Наилучшим Способом Но Если его Прошить Прошивал Тоже есть У меня Видосик Полазите Поищите По головному Свету Это отдельная Тема Потому что Ехала в ночное Время Устанавливал Светодиодные Лампы Осром Не знаю Сейчас Увеличу Вот так Вот примерно Светодиодные Лампочки Осром Заезжал на стенд Светотеневая Граница Есть Никого Не слепит Вот Все идеально Тоже Со светом Свет Яркий Освещает Хорошо Ну тоже По картинке Светерегистратор Я вставлю Вы посмотрите То есть По бокам Не сравнится С заводскими Лампочками Не сравнится Если есть возможность Вот 5000 Примерно Пара этих Лампочек Стоит Покупал У нашего Товарища Влада Автосвет Есть такой Наберите Посмотрите По поводу Дороги Мы Когда туда Ехали Доезжали До Саратова Там у Сестры Переночевали И через Бугучары На Ростов Туда ушли Вот Обратно Мы заехали Волгоград В Волгограде Основились Начали искать Гостиницу То есть Заранее Мы не забронировали Искали Примерно Около часа Так и не смогли Найти Гостиницу Все гостиницы Заняты Это о чем говорит То что поток Автомобильный Очень насыщенный И если ехать По трассе Волгоград Волгоград Саратов Это беда Ребята Камазы Фуры То есть 350 километров Которые От Волгограда До Саратова Мы ехали Часов пять Газ Тормоз Газ Тормоз Но это Невозможно И дороги Тоже И Самара Самара Тоже плакать Надо Дорог тоже Нету Все печально Там или через Тольятти Но мы через Тольятти Не ехали Пугачев Вот в этом Очень плохие Дороги Игорь Чуть без колес Не остался Въезжаешь в Оренбургскую область Мы думали раньше Что у нас дороги плохие У нас дороги лучшие Лучшие наверное Во всей России Вот так скажу Въехали И поперли Транспорта мало Да Камер конечно Очень много Надеюсь Штраф не будет Сейчас покажу Чем я пользовался Читание Радар-детектора С GPS И вот такой Программки Это не реклама Сейчас фокусирую Это не реклама Вот ее скачайте Заплатите 200 рублей Чтоб платная была Сочетание вот с этим И с радар-детектором Вообще песня Эта программа Она То есть Реальные пользователи Которые пользуются Там едешь Камера стоит Нажимаешь камера Да Есть или нет Это подтверждаешь Ни разу не обманула Предупреждала Что возможно Да Здесь Там Локация Камер Например Стоит Подъезжаешь И радар-детектор Тебе подтверждает Тынь-тынь Да Смотришь Камера стоит Очень удобно Очень удобно Пользовались мы Навигатором Яндексом Вот Он Многие камеры Вообще не видит И иногда Заезжаешь на кольцо Съезд Первый Съезд второй Съезд третий Да Это было Около Саратова Надо было На съезд первый Он считает Что мы едем уже По съезду Говорит что второй То есть В некоторых моментах Он Обманывал По расходу Масла Не расходует Вот То есть Четыре Четыреста Ну Четыре с половиной Да Прошли Я вот не знаю Так Не получится Сфокусировать Масло чистое Заливал Шел Вот Ну Расхода нет Как был Уровень масла Так он и остался Давайте К заключению Слава богу Я дома Были моменты По трассе И опасные И Интересно ехать И с другой стороны Устаешь ехать Проехать за день Тысячу километров Тысячу двести У меня получилось Это на второй день После ночевки Если вы не выспались За рулем Ну то есть Не за рулем А вообще не выспались Или за руль Очень тяжело Машина То есть Укачивает Хочется спать Нужно всегда Высыпаться Перед дорогой Или два водителя Это лучший вариант Тысячу километров Можно проехать Но Устаешь Конечно На Каких-то Более дорогих Машинах Наверное Покомфортнее ехать Но Поддержку скажу Лада Гранта Лифтбэк На автомате Вот такой автомобиль Прокатнулся Сам много не катался Вот жена в основном катается Но Хороший автомобиль Ну и в завершение Наверное Видосик Должен получиться Интересный Потому что Еще я не смотрел файлы Вот Записываю Заключительную часть Нашего путешествия С вами Сейчас Включаю Керхер Отмываю машину Ну устали Правда На самом деле Устали Вот Целый день ехали Машину помою Сами сполоснемся И пойдем отдыхать Если понравилось Не забывай Подписаться Нажать колокольчик И все Будьте здоровы Путешествуйте Получайте удовольствие Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok